Привет всем, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня будет необычное у нас видео. Ко мне недавно обратилась подписчица с просьбой помочь ей настроить компьютер. В общем, она собрала компьютер самостоятельно. Она сначала подала заявку мне на рубрику по бесплатной сборке. Но, в общем, с учетом того, что я эти заявки редко прогляду, к сожалению, не всем могу помочь. Да ни очередь так и не добралась. Потому что, ну, к сожалению, всем я помочь не могу. Я живой человек. Как бы я не хотел людям помогать, всем успеть и там, и там, это практически нереально. В общем, девочка решила собрать свой первый компьютер и собрала его с небольшими ошибками. Она собрала сборку на райзене на памяти микрон. В принципе, на самом деле, сейчас с последним версиями биоса это уже не такая же проблема. То есть, сейчас практически любая память гонится. Уже не только самсунг, их юникс нормально гонится. Микрон тоже стала гнаться. То есть, в зависимости от того, насколько у вас прямые руки, вы можете настроить свой компьютер так или так. В общем, все зависит от ваших умений. В общем, девочка, как вы понимаете, сама не смогла компьютер настроить. То есть, у нее произошла такая проблема. Сначала у нее компьютер работал стабильно. Но, как я понял, она тут же разгон вообще никакой не делала. То есть, она вставила все, там подключила и запустила компьютер. В общем, неделю он у нее работал, ничего не вылетало. А потом материнская плата, как я понял, автоматом подхватила XMP профиль. Ну, в общем, такое бывает, ребята. То есть, не обязательно заходить в биос, чтобы выставлять XMP профиль. Иногда вот происходят такие чудо-глюки. Такие материнка автоматом подхватывает XMP профиль, даже если бы его не выставляли. И, в общем, после этого, скажем, чудо-глюка, которое иногда все же происходит на материнских платах под AM4, у нее начались приключения с ее компьютером. Компьютер стал без конца виснуть, вылетать, зависать. В общем, работать за ним нормально нельзя было. То есть, чуть чего, и он сразу выключался, то вис. В общем, я решил этой девушке помочь, уделил время. К сожалению, у меня времени, как вы понимаете, опять же, немного. У меня есть еще несколько людей в скайпе, которым я тоже как-то обещал помочь с разгоном и так далее. До сих пор не могу найти время, потому что то работа, то какие-то личные дела. И, скажем так, что на эту девушку я нашел время, ей очень повезло. В общем, вкратце я вам сейчас покажу, как я ей помог все это дело настроить, какие настройки мы выставили и как все это дело потом заработал. В общем, начинаем. Так, ну давай с компьютером поговорим, что там у тебя с ним. Смотри, 9 дней, как я его собрала, он работал просто идеально. То есть, не тормозил, ничего, летал просто. Потом он, я вышла из игры, и он резко стал виснуть с того дня. Просто ни на что не реагирует, ни на клавиатуру, ни на что. Когда я выключаю его с корпуса, ну то есть с кнопки на корпусе, у меня после этого горит материнка. Хотя она как бы при обычном выключении всегда, ну, гаснет. Вот. Когда я выключаю с блока питания, он еще пару там секунд, секунд пять горит. Ну, это на материнке. Короче, ты систему разгоняла, что-нибудь делала с ней? Нет, как поставила, ничего не делала. Вот только поставила себе Аиду и драйвера на 20-65. Процессор какой у нас? Ryzen 5 2600. Оперативная память какая? Сейчас. Я тебе там вот список скидывала в ВКонтакте. Сейчас не могу посмотреть. Ну, сейчас я погляну. Просто мне столько пишут, что ты не обижайся. Я наоборот. Мне просто нереально этот всем ответит. Все, вижу, баллистик, спорт, трехтысячная. Вот этот ключик кручу, все, он завис. И как бы не на клавиатуру... Сейчас не работает, нет? Сейчас завис уже? Да, все, он завис. Угу. То есть не на Ctrl-Alt-Delete, ничего вообще... Так, короче, перезагрузи его. Reset, нажми, перезагрузи, зайди в BIOS. В BIOS, знаешь, как заходить? Когда компьютер будет перезагружаться, кнопку DEL нажимай. Давай. Потому что я уже испугалась, я его собирала сама. Ну, твои видео все пересмотрела в основном. Вот. И тут 9 дней поработал, у меня тут просто жуткий стресс. DEL. Давай-давай-давай. Мастер, который пришел, что делал, сколько взял, расскажи. Ой, один мастер ко мне пришел, бесплатно вроде. Полазил типа вот в Аиде, в BIOS что-то посмотрел. Ну, насколько я полазила в BIOS, насколько я разбираюсь, он тут просто посмотрел, как у меня тут все работает. Короче, понятно все с тобой. Зайди сначала в напряжение. Так, ну где оно? Расширенные настройки напряжения. Расширенные настройки, третья, да-да, нажимай туда. Так, вот этот авто, смотри, у тебя сок, оптику, вот этот, вручную режим, давай. Одна целая, пиши. Точка. Так. Ага, подожди. Одна целая. Точка, 06. Внизу, смотри, память, видишь? Пиши, одна целая, точка 35. 35? Да. Угу. Тут настройки частот, расширенные настройки частот, зайди сюда, посмотреть мне. Расширенные настройки ядра ЦП. Так, тут что делать, интер нажимать или что? Нажимай, нажимай интер, у меня опять на экране все расплылось. А, все, вижу. Global C, Control, отключи. Первое самое, AMD, Cool, Quiet, Function, отключить тоже надо сделать. Давай, отключай. Это система энергосбережения, они нам нахрен не вперлись. Так, все, назад стрелочку нажимай. Настройки расширенной памяти. Так, правильно? Да. Так, давай-ка смотреть, что у нас. 1.35, 1.35. Ага. Ага. Ага, профиль у тебя тут XMP стоит такой. Так, сейчас, секунду, ничего не делай, ничего. Я сейчас хочу кое-что посмотреть. Так, значит, память у тебя баллистик. Сейчас я тайминги ее родные посмотрю какие-то. Я думаю, просто материнская плата косячит и на автомате тайминги немножко коряво выставляет. Так, 15, 16, блин, оконечные непонятно какие. Так, блин, зараза, мне эта информация не подходит. Я так понимаю, у тебя две плашки по 8, да? Да, да. 16, 18, 18. Оконечные я не вижу тайминг. Ух ты, как плохо-то все. Сейчас. Сейчас разберемся. Ты даже представить не можешь, насколько я благодарна. Начнем с того, что это двухранговая память, а еще чипы Micron на ней с большой долей вероятности. Ты, короче, молодец, что подобрала так вот 10 из 10. Короче, где 2 400, видишь, там написано? Вот тут, смотри, 32 нажми. Давай, вот где авто, 32 нажимай. Прямо сейчас, 32, просто пиши 32. Интер. Все, больше ничего не делай, молодец. Пусти. Настройки таймингов АЗУ, где авто, нажимай на них, наводи и интер нажимай. Давай. Вручную. Вниз с листа. Вот КАС, вот тут, 17. Интер. 19, не вниз теперь. Вниз. Один раз стрелочку. 19, 19. Вот три числа 19 подряд напиши. В одной этой или... Нет, вот это 19, следующее 19, потом еще раз 19. Последнее значение 40 напиши. Знаю много, но я боюсь, что по-другому не заведется. Так, теперь выйди отсюда. Просто Escape нажми. И мне... И зайди опять в напряжение, я хочу посмотреть. Надеялась, она не сбилась в напряжение. Давай, заходи. Все, нормально. Теперь сохранить это надо и выйти. Сохранить. В бок, лишнее стрелочка. Один раз влево. Влево один раз. Все. Сохранить и выйти из... Вот так. Не выйти. Сохранить и выйти. Давай, сохрани. Прости, что так туплю. Сейчас посмотрим, блин, вообще запустится или нет. Следующую вкладку, смотри, нажми ESPD, вот эта, которая. Под памятью, видишь, ESPD. Угу. Вот, имея камеру опять туды-сюды, чипы, посмотри. Что за чипы там на памяти? Вот моя видится, которая крушила баллистик. Micron, все, молодец. Чипы Micron, тебе повезло, блин. Нахрена ты под Ryzen взяла Micron? Я не знаю, но ты молодец. Ты нашла лучшую память под Ryzen. Давайте похлопаем, девочки. Поздравляем с покупкой, у вас Micron. Так, по ходу дела это не выводится, это очень плохо. У компьютера рак, он болен. Так, можно только усыпить. Короче, стресс-тест наверху запускай. Сервис. Давай, поменьше камеру 30, у меня сейчас вырвет. Тест стабильности системы. Так. Запускаю. Так. Все, она запустилась? Да. Если ты старт нажала, то она запустилась. Ты внизу старт нажала? Так. Все, нажала. Так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, хорошо, а если плашки менять, то на какие? Хьюникс либо Самсунг. Ну, не Micron. да подожди ты можете заработать успокойся дожди не то не торопись события хорошо кто те память порекомендовал эту я смотрела какой-то обзор не помню как его зовут и вот у него в сборке была эта память круто короче люди любят геморрой на ровном месте устраивать но дело только в памяти все остальное принципе нормально так да все только в памяти короче смотри внимательно сейчас открываешь браузер прям во время теста не боишься все будет люто тупить лагать наша система твоя насилуют свойства в гриву открываешь браузер и сейчас я те в этот вконтакте скину две программы которые тебе надо будет скачать первое это у кт надо будет скачать это первая вот ссылка те наука ты буш качать сейчас нажать links а м.д. он так и на и найдет м.д. эдишн что там как-то так это не переживает довольно-таки распространенная проблема на райзенах когда оперативную память ты пытаешься xmp профиля запустить но она работает с xmp профиля некорректно 80 процентов оперативной памяти на райзоне запускаются именно так как у тебя не как блин со временем такая штука сыпется ошибки все зависает то есть чтобы такого не было память надо вручную настраивать то есть ты повышаешь напряжение на цепях питания регулируешь сок регулируешь тайминги вручную как мы сейчас и после этого вся эта хренатень должна пропадать направь меня пожалуйста там не я не вижу к сожалению что там творится но пока тебе ничего там делать не надо пока установи одну и вторую на рабочий стол там их выкинь куда-нибудь пакет я просто изначально хотела купить ноутбук типа омена xp а потом посмотрела немножко разобралась и поняла что за ту же сумму можно собрать комп помощнее а в тех же dns ах и так далее тоже пошла посмотрела там тоже мама молодцы такую мне сборку предложили что там кошмар со временем стоит их все равно поменять на самсунг если нормально сейчас будет работать все то можешь смело оставлять как у тебя ребят все в телефоне просто перед головой как будто страус ко мне задницы повернулся хвостом машет туда-сюда 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 ну прикрою еще три минутки сейчас другие тесты будем запускать из игр чете на компьютеры стоит из игр ничего только на внешнем жестком диске я врубаю включают терра онлайн пока что поэтому я пока ничего не скачивал но сейчас я не знаю у нас очень большие шансы что мы ошибку исправили по во первых мы отключили систему энергосбережения раз бывает баги на некоторых материнских платах очень редки но я не знаю чем это связано короче система энергосбережения некорректно неправильно работает и вместо того чтобы на кабинер к сбережению но частоты скидывать и чуть-чуть скажем так и меньше чтобы компьютер потреблял тока система начинает так работать что компьютер виснет то есть пытается типа bios сделать меньше напряжения чтобы поддавался вместо этого поддает настолько мало напряжения что процессор начинает тупить и не понимать что происходит вот такая некорректная работа системы энергосбережения то есть присутствует об этом я неоднократно на форумах читал то есть сам с таким не сталкивался ну знаю что есть такая проблема потому что слишком много жалоб вторая проблема это я те же про это рассказал это что неправильно xmp профиль на память очень часто запускается то есть ты запускаешь xmp профиль выставлять частоту по xmp профиля по факту то есть материнская плата неправильно либо тайминги выставляет либо просто некорректно работает с выставленными настройками на автомате и что все корректно заработал приходит все это дело вручную запускать вот как мы сейчас сегодня у меня надежда все же что мы сейчас систему откалибровали и она не повиснет вот видишь я особо вот только по видео то что твоим там узнала до особо в bios не лезла соберу пока вот единственное что смогла это скачать аиду и посмотреть температуру потому что еще не то месяц назад вообще ни в чем не разбиралась мастер который приходил сколько денег отдала 500 рублей за то что пришел и посмотрел потом я у нас городе берут там три тысячи за то чтобы привести чтобы они просто продиагностировали круто вот чем заниматься не видео снимать поэтому у меня единственная надежда была это написать тебе и молиться чтобы ты ответил я кстати писала в твою группу по поводу ну помочь со сборкой чтобы там посоветовали что убрать что добавить вот но про память они мне ничего не посоветовали вот они мне сказали заменить материнскую плату на z чипсет вот и поменять блок питания назад на на x нет назад именно на за 370 по моему это ты чё-то другой изначально хотела собирать наверное я даже посмотрю переписку кто тебе отвечал и чё кто писал я сам не отвечаю щас секунду мне интересно здравствуй 25 вы пожалуйста прочтите в рот случая мса x 370 посоветовали а не z блин была бы ткань требовательный грамм чтобы наверняка проверить не терра какая-то очень современная успела еще ничего скачать у меня тут только ssd стоит просто минут эти стресс теста они не все ошибки выявляют многие ошибки только в играх можно выявить вот к примеру вот смех да грех вот танки да вроде ли игра такая нетребовательная а пипец если у тебя память хреново короче разогнута неправильно там тайминги выставил ты еще чё-то у тебя прикинь вот батла там последняя call duty там все эти игры будут работать стабильно а танки будут вылетать из-за просто из-за ерунды за какой-то они очень требовательны к памяти именно к тому как ты ее правильно разогнала я не знаю в прикол ну тут танки с вот память короче неправильно разгонять всегда вылетают либо в синьку либо короче комп просто номер вот так зависает и все пройденный этап а то что у меня сейчас стоит только ssd это ничего мне надо прям срочно ставить еще жесткий диск какая разница стоит пока не хватило стоит и 5 написано 5 у тебя нажми там 15 допустим нам больше не надо оперативная память 4096 самое конечное значение выставляю какое есть он 14000 все окей старт нажимаем это сбоку он на китайском написано вот кнопках кнопка на ней написаны по на китайском старт я не знаю как тебе объяснить но чуть выше чуть выше первое значение может от других отличаться на остальные должны быть прям почти в 1 а в 1 по итогам теста а если раз ну и молись что чтобы этот система не вырубилась пока все это проходят даже это звучит тест ночью агрессивно для системы но мне никогда так не шумел сейчас вообще офигевает это самая злючая программа из всех стресс-тестов сама звучит какая только есть я его еще когда собирала не разобралась куда подключать подсветку у меня получается там стоит так 35 вентиляторов и все должны гореть что кулер что там задние 3 спереди что к чему и куда что там 40 минут еще не прошло как он не вырубился но честно я не следила но получится точно прошло нет я буду черпеть пытка не пытка это когда ты в группе почти 10 детей и ты пытаешься их чему-то научить рисовать вот это пытка я раньше мультики сам рисовал потом перестал у меня даже где-то осталось это безобразие я вот тоже хочу анимации начать заняться из меня плохой художник сценарист аниматор все в одном называется я озвучил а я все тоже вот потом и потом понял что это не мое большая амбиции но все не мое нет в идеале я хочу делать я сейчас подожди на рутуб за эту там могло остаться моих ютубе я удалил все от греха подальше чтобы никто этого не видел носки не смотрю если если можно в контакте по-любому где-то остались копии какие-то но там не все там то что меня было мультиков два больших и один недоделанность при ты смотрел на нетфликсе сейчас серию анимации смерть любовь и роботы кажется у них там много прям караметра господи этих но коротких мультиков они просто шикарные просто художникам дали куча бабла и и сказали делать еще хотите ну короче кучу бабла ты готова поржать от тебя же компьютер занят тоже на ли ну ты скинь я потом у меня сейчас ученица была и за 60 это на всю жизнь мечтала рисовать вот наконец вышла на пенсию и просто мы с ней отрисовали там берег море цветы под лунным светом просто сделала бежала пищала от радости наконец-то я сама рисую ты это куда-то будешь выставлять все 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 те будут знать про тебя память микро он все смело могу выключить случится чем на напишешь там я дам пару сайтов но я думаю все будет нормально этот работать вам желаем я пойду от тебя огромное 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 спасибо давай пока дорогие мои подписчики спасибо что вы посмотрели данное видео сам понравился обязательно ставим такие большие жирные лайки снова мне понравилось и такой формат вам не нравится можете поставить дизлайк знают немножко нудное видео длинная но все же я считаю что она полезна то что многие с этим могут столкнуться и не каждый может сам в этом разобраться очень месяц хотите помочь ему канал в развитии обязательно делать репосты а куда-нибудь в контакт в одноклассники фейсбук и так далее также не забываем писать комментарии когда вы пишете комментарии вы помогать продвигать мои видео в похоже рекомендованы и так далее то есть помогаете продвигать мой канал за это вам отдельно спасибо ну что там ребят до новых встреч пока всем не пропадает